В эфире выпуск с вами Ксения Шереметьева и о главных событиях к этому часу. Данным причиной сбоя стала кибератака, ответственность за которую взяла на себя хакерская группировка HeadMayer. Логистический оператор СДЭК из-за технического сбоя прекратил поставку посылок и ценных отправлений адресатам. В личный кабинет зайти невозможно. Прошло более суток, пока ситуация не исправлена. Будем следить за этим. Попросим Роскомнадзор сегодня к этому подключиться. Оказались задетые интересы тысячи тысяч человек. Конечно, произойти может что угодно и с компьютерами, и любые технические сбои, и даже человеческий фактор здесь может быть минимальным. Но когда задеты интересы граждан, когда нарушаются сроки поставки почтовых отправлений, и судьбу их сложно прояснить, ну, наверное, это неправильно. Можно в порядке большого исключения как-то понять и принять то, что почтовые отправления, посылка, придут к адресату на день и даже дольше с опозданием. Но когда невозможно выяснить, и, похоже, эта ситуация пролонгированная, это вызывает беспокойство. И люди обращаются в том числе к нам. ЛДПР сегодня политическая сила, куда обращаются по любому поводу, простому и сложному. Мы сегодня близки к людям, как никогда ранее. Поэтому тот вопрос, который сейчас озвучил, будем держать на контроле. Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, направленный на поддержку семей в России. Документ предусматривает выдачу специальных социальных сертификатов на оплату услуг няни или частного детского сада в случае, если детям не досталось места в муниципальном или государственном детском саду. При этом финансирование будет осуществляться из бюджета региона или муниципалитета, отмечает в ЛДПР. Прокомментируя сегодняшний законопроект, который ЛДПР вносит в Государственную Думу, мы предлагаем внедрить по всей стране сертификаты на получение услуги по дошкольному образованию детей. Несмотря на то, что по всей стране у нас строятся новые школы, детские сады, открываются дополнительные группы в различных микрорайонах, тем не менее в больших городах не хватает мест в детских садах. Поэтому ЛДПР считает, что механизм определения ребенка в коммерческий детский сад нужно урегулировать. Поэтому мы предлагаем ввести сертификаты, которые потом родители могут использовать для того, чтобы ребенка определить в коммерческий детский сад. И часть услуг, которые предоставляют коммерческие детские сады, будет компенсироваться. Причем не из кармана родителей, а из бюджета, либо регионального, либо муниципального. Поэтому мы считаем, что данная инициатива, она, во-первых, подстегнет, так скажем, развитие бизнеса по предоставлению услуг детских садов частных, и параллельно решит проблему с нехваткой детских садов в больших городах. Депутаты ЛДПР возмущены поведением охранников при досмотре школьников на ЕГЭ по русскому языку в одном из учебных заведений Воронежа. Накануне стало известно, что организаторы экзамена в поисках телефонов заставляли девушек снимать футболки, рубашки и даже нижнее белье. Парламентарии призывают к ответственности виновников произошедшего и выступают за отмену ЕГЭ как основного инструмента проверки знаний. Как известно, в этом году экзамены сдают около 700 тысяч человек. Из них более 600 тысяч являются выпускниками 11 класса. В Воронеже перед сдачей ЕГЭ произошла ужасная ситуация, когда на входе в школу, где проходила сдача экзамена, учащихся обыскивали. Причем обыскивали вплоть до нижнего белья. Это беспрецедентный случай. Мы прекрасно понимаем с вами, что заходя на сдачу экзамена, ребенок и так испытывает колоссальный стресс. Причем не только в этот день, на протяжении полугода до сдачи экзамена. Это и нагрузка с репетиторами, это и нервный стресс, когда он готовится. Поэтому еще такое максимальное давление на ребенка перед сдачей экзамена приводит, конечно же, где-то даже к трагическим последствиям. Я считаю, что в этом деле очень жестко должны разобраться и Министерство просвещения, я подчеркиваю, федеральные структуры, Росрубнадзор. Почему? Чтобы таких фактов больше никогда не было. Я уверен, что это произошло по негласной команде, по умолчанию региона где-то. Какого-то руководителя, пусть самого низкого звена, но это произошло. Это вопиющий факт, который должен быть, во-первых, наказан, досконально разобран. И в качестве отрицательного такого ужасного примера доведен до всех уровней системы образования, где учатся наши дети. Я сам отец пятерых детей, мои дети сдавали экзамены ЕГЭ перед поступлением в ВУЗы. Слушайте, ночами не спали, ночами не спали, переживали. Мы, как фракция ЛДПР, выступаем за отмену ЕГЭ. Конечно, нельзя возвращать и советский период. Сейчас общество развивается, и наша экономика развивается, и уровень профессионализма должен быть несколько другой. Но и ЕГЭ тоже. Это тот экзамен, который загоняет наших детей в рамки, которые не позволяют думать, не позволяют творить, не позволяют размышлять. А если этого не будет, то и развития человека не происходит. Зазубривать примеры, зазубривать ответы на те или иные экзаменационные вопросы, которые есть в ЕГЭ, это точно ненормальный подход. Это подход не развития человека. Это подход, когда мы заставляем его думать однобоко, когда мы заставляем думать его настолько зашоренным образом, когда он ни шаг вправо, ни шаг влево не может предпринять. А если он не сможет предпринять и не сможет творить каких-то шагов для собственного развития, тогда и будущего у нашей страны нет. Государственная Дума отклонила законопроект ЛДПР о введении в Россию прямых выборов всех глав муниципалитетов. Данная инициатива была сформулирована председателем партии Леонидом Слуцким по итогам всероссийского опроса населения. В ходе проведения акции около 90% участников выступили в поддержку предложения. Если бы законопроект получил одобрение парламентского большинства, интересы граждан стали бы основным приоритетом работы чиновников всех администраций городов, отмечают в партии. Законопроект, который мы считаем важным вынести на обсуждение, это законопроект, предполагающий прямые выборы глав муниципальных образований, глав городов. Об этом нам сказали наши избиратели в ходе всероссийского опроса «Скажи слудскому правду». Мы считаем, что созданы все предпосылки для того, чтобы глав городов выбирали не депутаты, а выбирали непосредственно жители и могли сформировать взаимную ответственность за реализацию на местах национальных проектов. Депутаты ЛДПР тщательно рассмотрят законопроект Минфина, который предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. Согласно новому документу, фискальная система разделяется на пять ступеней. Нижний порог в размере 13% останется при доходах до 200 тысяч рублей в месяц. Если доход до 416 тысяч рублей, то налоговая ставка поднимется до 15%. Наиболее высокий уровень ставки составит 22%. Она будет действовать в случае, если месячный доход гражданина составляет сумму свыше 4 миллионов 170 тысяч рублей. Вся страна активно обсуждает обозначенные Министерством финансов и правительством в целом предполагаемые изменения действующей налоговой системы. Этот разговор начался не сейчас, он продолжается. В ближайшее время поступит в Государственную Думу проект закона. И Государственная Дума в эту сессию, очевидно, должна будет рассмотреть во всех трех чтениях, учитывая то, что влияет наше решение на эти изменения, на формирование проекта бюджета, который уже осенью правительство должно будет внести в Государственную Думу. Что касается обозначенных изменений, мы внимательно все рассмотрим, комплексно рассмотрим, на фракции коллегиально примем решение. С учетом позиции наших депутатов и сенаторов, которые представляют разные регионы Российской Федерации, мы посмотрим, какое количество наших граждан, получателей доходов, затрагивает те предлагаемые изменения, и примем консолидированные решения по голосованию. Пока на что хотелось бы обратить внимание. Но мы надеемся, первое, что все те изменения, которые предлагаются, они все-таки будут социально ориентированные, и не только социально ориентированные и справедливые, а семейно ориентированные, учитывая то, что у нас 2024 год, год семьи, и мы находимся в демографической яме, когда всевозможные меры поддержки семей требуются. Поэтому для поддержки требуются дополнительные финансы. Поэтому окрас денег, целевое использование дополнительных доходов в бюджет, они должны идти прежде всего на решение тех насущных проблем, и на выполнение тех обязательств государственных, и на достижение тех национальных целей, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. Что касается тех параметров, которые были обозначены, ну, давайте вспомним, что у нас на уровне МРОД сегодня получает граждан, работающих, порядка 5 миллионов. То есть это на уровне МРОД получает. Их явно не касается каким-либо образом увеличения налогов. У нас самозанятых 10 миллионов сегодня. Еще несколько лет этот льготный налоговый режим будет продлен. Очевидно, он пользуется спросом, и мы договорились еще в 2018 году, когда принимали решение об введении такого специального режима, не менять правила. И на наших слушаниях парламентских была обозначена позиция, никаких изменений правил не будет. Государство держит свое обещание. Доходы, которые получают участники СВО, также не будут подпадать под эти изменения, то есть дополнительно облагаться налогом они не будут. Сегодня древесный уголь выступает ключевым ресурсом в промышленности, особенно в металлургии. По данным экспертов, в 2022 году рынок древесного угля вырос более чем на 18,6%. Это на 7% превышает рост производства предыдущих лет. Важность данного товара в сохранении окружающей среды и экологии России отметили также на недавнем круглом столе ЛДПР в Москве. Повсеместное внедрение древесного угля в производство существенно улучшит экологическую обстановку благодаря сокращению выбросов, подчеркнули участники рабочей встречи. Направление связанное с применением наилучших доступных технологий в области экологии. Ну, раз мы о лесах говорим, то я приведу вам буквально один кейс, по которому мы собирались в рамках экспертного совета на комитете. Это использование древесного угля в металлургии. Мы услышали поддержку металлургов. Металлурги крайне осторожны, конечно, потому что технологически вся металлургия на сегодняшний день заточена на использовании кокса для производства металлов. Исторически все это строилось с использованием древесного угля. Более того, на сегодняшний день Бразилия полностью работает на древесном угле и производит высококачественные стали, потому что в древесном угле не присутствует сера, которая является плохой привязью при производстве стали. И Бразилия, по крайней мере, с учетом своих плантаций, которые они выращивают у себя промышленным способом, они, соответственно, строят всю свою бразильскую металлургию. Мы провели такое мероприятие и считаем, что это огромная возможность для улучшения использования даже на 10% максимум использования древесного угля в наших основных металлургических комбинатах, она существенно, подчеркну это слово, существенно улучшит экологическую обстановку в зоне присутствия этих комбинатов. Потому что кардинально сокращаются выбросы, и это подтверждено научно, это подтверждают наши ведущие университеты страны. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова